Сергей Сталинград Сегодня я получил письмо И там был Это видимо новая тенденция Сергей Это я вам как говорю патриот у Родины Там письмо от женщины Обычный адрес Там Город какой-то областной Улица, дом А перед этим написано СССР Еще некоторые пишут по привычке Россия Даже если письмо внутри А тут СССР Мне так приятно было Вот Прочитать вот это Так Наградов Илья Членов фанолинии Как правильно посадить Проклянувся косточки абрикоса Все куда поворачивать Хватить и вниз и вверх Знаете Я к сожалению Не мог Выпустить фильм Вот Хотя человек который там В этом фильме Упоминал меня Трижды Не в лучшем смысле Вот Но упоминал как А если железу продают косточки То я прородаю И тут же показывал как их садить Ну Во-первых В глубоких канавах Не в курсе что Сгнивает основание штамба И садил он Косточками Вниз Ставя на ребро А вот Он видит Вот Это самое Держит ее в руках Ну Это тоже Вот Один из тех Тысяч Учителей Учителя в кавычках Мало того Что Сам не знает Правильно Так он еще И это самое Учит всех Он же учит Ему лайки подавай То есть Хвостик вылез Там небольшой Два-три миллиметра Он мне Тычет вниз Этим Хвостиком Этим Так вот Когда она Прохлевывается Так На этот момент Мы еще не знаем У нас получается Два варианта Жалко мне фотографии Но еще подбирать надо Я вам показывал фотографии Где Этот самый Такой изогнутый Такой Жалко там еще Мы Тимошка Позировал То есть Получается Что косточка лежала Когда ее посадили Она лежала так Что Она пошла Вначале Вверх А потом Развернулась И вниз А правильно Вообще Садится так Как в природе Тут метод тыка Положил На бочок Она ляжет Или правильным бочком И косточка Развернется Вернее Но ни в коем случае Нельзя ставить ее вертикально Почему Ну вот тут бы Эх Ну что делать Ну я столько раз показывал Как она лежит на боку Хвостик Вылез Развернулся На 90 градусов И впился В землю Вот Потом Отвалились Эти самые Скорлупки А вот эти Две половинки Ядра Это оказывается Псевдоистики Как бы Листики С максимальным количеством Запасных веществ Допустим На случай Засухи И прочее Вот Они Разворачиваются Как раз Получается Таким образом Что Получается Два Горизонтальных Листика А если Ткнуть Хвостиком вниз То Этого Нарушения Уже Вот Этого Самого Генетики Выживет Но Гораздо Хуже Он Получится Как бы Ну Уродом Что Значит Получается Ни вниз Ни вверх А на бочок Это Не имея фотографий Вот так Вот я Но я Столько раз Вам показывал Это По-моему Достаточно Так Вот Первый раз Вы не правы Первый раз Видите Это тоже Сработало Это Самое Как Как В природе Он плоский Любой семя Плоское Вот так Лежит Так И высадим Так Как Лежит В природе Вот Если Потом Кто-то Потребует Подробнее Я опять Найду Неск Фотографий Покажу Вам Вот эту Постепенно По По мере Как Разворачивается Как Разворачиваются Эти Самые Псевдористики Вот Так Называем Семя Дори Ну И так Далее Так Теперь Что Тест Написал Если Посадить Косточку Высокорослого Абрикоса В основании Нескорослого Которое Служит Премиум Массивом Деревом Для данного Сорта Как Нескорослого Повлияет На Высокорослого Я Так Хочу Одно Дерево Заменить Другим Маленькое Шпилить Потом На Пенек Будет Ли Древесина Корня Пенка Разлагаться В почве Да садите В другое Место Ну что Обязательно Надо Конечно В вашей Опасения Сбудутся Будет Разлагаться Аж Когда Разлагается Это Окисление Ну вот Не повезло Не нравится В это Дерево Хотите Вспиливайте А то Садите Подальше От него По возможности Вот Есть Ленинград Прав Вот Тут Он Прав Полуметры Бо И Все Отправил Средний Латинков Черенки СВГ Может Потом Использует Сельс Как Подвой Напишут Как Я Так Полуметры Уже Все Посажено Нескровский Абрикас Это Калегорически Не устраивает Кстати Как Может Не устраивать Нескровский Абрикас Если Он Культурный То Многие Так Прямо Мечтает Про Нескровский Абрикас А во-вторых Мне В жизни Не удалось Встретить Не одного Нескровского Абрикас Не хотелось Безнать Где Вы Абрикас Лето Или Пока Он Не Подоносит Может Вы Не знаете Абрикас Лето А не Что То Другое Что Такое Нескровский Ну Нескровский Дарья Может Не Полноцен Не Растет Болеет Или Еще Самое страшное Низкоростность означает посадку в геопатогенную зону. А тут уж точно будет низкоростность. Здесь еще живое. Так, работает ли правило сопрочтения почек при прививке в расщеп? Работает, конечно. Смотрите, мы берем... А, дайте я это читаю. Если нельзя определить, на какой почке сделан срез внизу, веточку срезал, то можно ориентироваться на длину от верхушки ветки. Где сделать срез для прививки? Если почка в основании ветки мертвая, то можно ориентироваться на длину от основания ветки. Знаете, пока я прочел бегло, у меня сегодня давление скачет из-за всяких проблем. Вот я даже стараюсь не вникать в это. Значит, отвечу только на самое первое предложение. Работает ли правило сопрочтения при украшении? Если мы берем и прививаем как можно ниже, то мой принцип. Так, если у привоя, который, пусть мы вставляем его в этот самый, ну, то есть, если этот подой, двух, даже трехлетний, принцип действует. Привать как можно ниже, и от ветки привоя отрезать черенок для работы с ним, как можно ближе к основанию ветки. Вот это вот правило действует. Как можно ниже тут, как можно ниже там. Необязательно считать почки по этому. Да какие почки у трехлетнего дерева в основании. А то, что вы ниже написали, я сейчас даже в них уйти смогу. Так, я в таких случаях ложу на бок, присыпаю сверху немного землей с поливом. Он нас сам определит, куда расти. Совершенно верно. Если, конечно, длина корешка небольшая, а чем длина корешок, тем выше вероятность гибели. Вот, когда корешок длинный, тут уж надо его закопать. Тут уж ничего не поделаешь. Тут можно уже посадить не обязательно, но именно, может, как сказал Виноградов, все-таки корешком вниз. Я так делал для того, чтобы он уже вниз, он уже как бы сформировался, он уже вниз полез. Пусть уже верхняя часть, росток будет не совсем правильно вместе с семидонями расти, но, извините, уже корешок пошел вниз, раз упущенный. Момент, когда дерево само годить, сможет формировать себя, ставим корешком вниз, раз он длинный. Бывали корешки, я видел, длиной в один, в одну спичку, а пол и в две спички. Так, добрый вечер, Казахстан, тоже, как всегда, на месте. Так, добрый вечер, добрый вечер, Курган, добрый день. Где же этот день? У Иванова, добрый день, у нас вечер. Так, поздравляющих мужчин, ну, наконец-то. Спасибо, Зоя. Потом уже забываем, что мы мужики, с такой жизнью. Привет, Санкт-Петербург. У нас в городе с ней теплая погода, земля оттаяла, на кушать, на листочке, на сайт, как вы думаете, где вот это привык, не стоит подождать. Значит, раз листочки проклевываются, значит, окажется у вас, так называемое, высокодвижение. Теоретически пора. Пора. Потом, варианта два, зима не вернется, медики, центровые медики, эти самые, которые погодой управляют, как они думают, эти самые, на центральных телевидениях, клянутся, что весь март будет в России тепло, и морозы больше не вернутся. Если им верить, и то, что у нас уже заканчивается высокодвижение, прерывайте, как мы же быстрее. Десять, только вернется мороза, ругать будете не меня, а метео судьбу, ладно? Так. Мой Савиша живет 9-10 лет. Не, моя живет уже около 30 лет, самая первая. Вот, а на ней начинали отсыхать ветки, я их отрезал, они отсыхали, отрезал. Сейчас еще небольшой урожай дает. Это я называю маточное. Около 30 лет. Это то, что я вижу сам. А реально, я говорю о том, что волоса вишня, она так же, как большинство деревьев, подвержена иезуитской, иезуярской, иезуитской пытке. То есть, ей делают штаб, после чего она живет 9-10 лет. Она не сразу умирает, она очень выносливо, но действительно живет 9-10 лет. Если не трогает, она будет жить дольше. Где-то может быть лет с 20, ей уже надо делать так называемую омолаживающую обрезку. То есть, уже калечить, но со смыслом, чтобы она вернулась в крупность, культурность. Вот. А то, что 9-10 лет, правильно говоря, просто они считаются специалистами, они сделают и штамп, извечат ее, мы бы это проходили. А потом говорят, ой, как тот комик, который, когда раз говорил, ой, что-то нам не то съел. Рассказывают, рассказывают. Наверное, не то, что-то съел. Помните? Монолог. Рассказывают, что-то не то съел. И вот у них так же. Угробили, угробят их миллионами. А потом, что-то не то съел. Как вы относитесь к движению заносца или платошки? Смотреть платошки, наверное, не смотреть, а его не показывают. Слушать по радио одно удовольствие. Я старый большевик, он говорит то, что мне приятно слушать. Вот и все. А движение заносу социализм кончится этим самым. Мы плохо живем, будем жить еще хуже. Вот и все. Любая перестройка у нас начинается с тем, что... Ну, Украину видели. Вот. Болеть зашло сильно далеко. Если, знаете как, тогда, чтобы больную голову уже ее начинают рубить. Отрубили, она не болит. Вот. Сейчас мы на той же стадии. Мы никогда заметили, не говорили про политику. Это чуть ли не первый вопрос, но я ответить я должен. Я отвечаю. Значит, болезнь зашла слишком далеко. Вот. Слишком далеко. Никто новорованно не вернет. Чтобы вернуть, надо еще одну революцию типа Арктиаповской совершать. А кольца как на Украине. Совершили. Жили себя спокойно. Еще до этого. Еще шесть лет назад. И могли дальше жить. Ну, сами понимаете. Они же как. А, вы хотите в Евросоюз? Раз перекрыли кислород и все. Заводы остановились. Они же были все, все, это, компании с нашими. Кому нужна сталь с этого, с Запорожской? Кому нужны эти самы Харьковские автозаводы, эти авиационные и космические заводы? Кому они нужны теперь? Думать надо было. Так и мы. Вот. Пожалуйста, отвоевывайте обратно то, что у нас украли. Он что-то говорит, случайно у нас это жрать нечего. Вот. Но станете еще хуже. Третий вариант. Кусок земли. Вот. Ружье обязательно. А ружье не для того, чтобы выйти на баррикаду. Я уже говорил, уже не про политику. Это нормальная жизнь. Каждый мужчина должен иметь разрешенное ружье. Его должны будут спрашивать, кого он будет стрелять. Дичь или людей. А, ну все. Не алкоголик. Сдал это самое. Анализы. Проверили. Не наркоман. Получил ружье. Заплатил за него. Накупил патронов. Сейф приладил его. Сверлил к стену, чтобы его не украли вместе с сейфом. Это оружие. Вот. И ждите. По крайней мере, за семью заступиться. За страну уже поздно. И свой кусок земли. Есть и есть. Это я к этому, как говорится, кто за упокой, я за здравие. Есть и есть своя земля. Выживите. Но ее надо будет защищать потом вначале от власти, которая вдруг захочет себя отнять. Так тоже может быть. Уже было. или от голодных. Потому что чем дальше, тем меньше людей способных вообще. Когда-то Москва горела, восстанавливалась за год. Полностью. Представьте себе. Ничего нет. Вот полностью. Деревянная Москва. 300 лет, 500 лет назад. Одна головешка. Через год она новенькая вся. Потому что работали, работали, работали. Сейчас никто этого это работать не будет. Вы знаете как-то. Смотрите на потопы, смотрите на ураганы, на пожары. Ждать и больше ничего делать. Так. В общем, как вы относитесь к вдову правду. Угрешка это натаскивание. Спасибо, Марина, поддержала. Только меня этот поддержал. Он когда сказал, что пусть остается университетское образование. Вот. Не дистанционное. Надо его переделать. Так. Про кого право. Ну вот то, что начали умирать коровы, дело замяли. Этого никто не знает. Не знает правду или никто. Потому что есть за, есть против. Нагнетают и те, и эти. Я не нагнетаю. У меня один критерий. Я не знаю, но я знаю одно. Будешь кормить детей или нет? Накормят это самое. Министр накормят президент. Тогда только можно. А он никогда не накормит. Тогда надо умудриться обойтись без этого. У нас просто земли мало. Это позор. Картошка из этого. Из Израиля и из Египта. Себе картошку не выразить. А сколько времени прошло? 35 лет назад сюда приехал, нам всем давали по 10 соток прямо в степи розетта. Распахивали, коле убивали и все. Каждый покупал на рынке картошку, посадил и никто не воровал. Осенью выкапывал из картошки. Завод пускали, зарплата была так себе, но можно было жить. Но картошку садили все. Ипотека. Посадили 2-3 поколения. Позор президенту. Так, ну, что-то именно с этого 69-го мы перешли на политику. Так, вы утверждают, что плоды даже созреть и пасть сами. Как быть с ябленно вместе? Тоже вишней. Ну, вишней обычно так много. Ну, видите, половину. И обычно так много. Бывало, отдельные годы даже птицы не справлялись. Но это вишня, если действительно растить, как вишня, а не как столяр обращаться с столбом деревянным. Вот. Конечно, вишню надо бы собрать с дерева. Ждать, пока упадет. Птицы, ага. Я же показывал сколько. И фильмы показывают. Через, через, где-то. Птицы, через, и мы жрут только так. У меня а этот, шелковься вообще не ем. Все птицам достается. Так. Эти министры образования, что культуру посадили не для продвижения вперед, а совсем наоборот. Гуси в своих садах. Показывайте с пояснениями. Их же вас тысячи. А я чем занимаюсь? А не политику. Правильно, вот получил я от вас, вы правы. Интересно было бы их разбирать, а не политику. И просили все заборочек. Нет, то, что политику мы говорим там, поддержим президент или позор президента, это политика. А то, что я не откажусь ни от слова, что я сказал Владимир министр, там все наши беды. Дебильное образование полностью, чтобы вы мне сейчас не написали, полностью, полностью, я должен был сказать, это мой гражданский долг, а дальше хоть это. Это как петух, вот кукарякать будет все равно, даже если потом солнце вообще не зайдет. Вот я, потому что это инстинкт такой, я ничего не могу с собой поделать. 100% холостую все работает, гигантские деньги, тысячи, десятки, сотни тысяч, те, кто относится к этой системе, начинают упорщить, скончая академиками, все холостую, холостим, в общем, на нас наплевать, ну вот видите, вы сами про политику, пожалуйста. Так, а тушевую нервы? Нет, мне бы инфаркт был, бы я себе молчал. Так, трудно принять муравьев за друзей, после чего прочитан, там еще у Курдемова теологическая с ними бороться, но я склоняюсь к вашему учению. Дело в чем, критерий есть, это практика. Хочется спросить ваше мнение, хочу ли взять участок целины, не паханный больше 10 лет, но он весь усеян муравейник, высотой до колена. Я полагаю, кто говорит, нельзя так, я не знаю, дело в чем, Курдемов говорит, что муравьи это такая, но вообще его учение приводит к тому, что раз юг, я не в обиду его сказано, но получается раз юг, значит, деревья там такие, что их не калечить нельзя, потому что они растут, они становятся такие густые, огромные, они, ну как бы, не то, что вредят от него больше пользы, но пользу от него уже извлечь трудно. Тогда надо калечить, когда калечится дерево, но он в свое время мог этого не знать, когда уже был книги 50-х, что прямая связь между искалеченным деревом, а муравьи, они самые умные, которые находятся, как сказать, ну как у нас, мы считаем, самым умным, мы просто у нас собаки, правильно, вот они такие, может, они, по-моему, близки к людям, даже, они обидуются, что с собаками сравнил, и вот, они знают, что, потому что они во главе этой цепочки, они, они цари этого мира, конечно, маленькие, но берут количество, против них, это, невозможно никому стоять, и получается, что, значит, дерево изувечило ураган, так, вот, начинается работа по уничтожению дерева, это, работает пищевая цепочка, почему, оно теряет право на нормальную жизнь, успеет, даст, этих самых, потомство, не успеет, не даст, это может быть молния, это может быть его с корнем вырвать, это, в природе это нормально, это часто бывает, вот, оно слабеет от бесконечных этих самых, может быть, проленных дождей, которые не свойственны именно этому месту, наоборот, засухи, хотя это место всегда было сырым, вот, и тогда появляется множество животных, но это животное не в нашем понятии, а в понятии животного мира, то есть у них на их уровне также есть свои овцы, свои козы, у них есть свои растительные, с которыми они едят, помните моробьев листорезов, вот, они листья режут, а потом это самое, получается, из них грибы, они ими питаются, и этим питается дерево, то есть вся вот такая цепочка, интереснейшая вещь, и получается, на этом уровне у них работает, все работают как одно целое, так даже можно сказать, ничего лишнего нету, нету, и там вредителей никаких, это мы их называем вредителями, вспомните бабочку, да, вот, у меня же нету в этих гусених саду, вот, два случая этого самого, я порассказывал, и третий маленький случай, за много лет, и получается, что они следят за всем, так, и вдруг их неимоверное количество, почему их неимоверное количество, я долго говорю, но я подхожу к этому, к истине, их неимоверное количество, потому что их вредителей, они же бы с голода умерли, они не могут расплодиться больше ни на одного муравья, чем могут скушать, они не могут, как мы, сидеть на диете, допустим, питаться этим хлебом, или горсть злаков, как вот, где там анахи, да, их столько, сколько, у этих самых, у них пищевая, пищевой продукт, а их пищевые продукты, это насекомые, понимаете, а насекомых, ровно столько, сколько, они же все, кормятся от дерева, я не говорю, уже крайний случай, это когда жук, допустим, как мы его называем, караэт, да, караэт, но больное дерево, добивает, грибы, само собой, но начинается все это, с того, что дерево, изувеченное, начинает терять, зеленую массу, пока незаметно, потом какие-то пятнышки появляются, и тут начинают их жрать все подряд, то есть вчера дерево было здоровое, оно, для него сок, его, который там, потрите лист, да, это та же кровь, а там эти тела, они не дают, села, или сдохла тут же, или успела улететь, вместе со своим этими, она беременна этими, понимаете, вот, не могут, ничего, на этом дереве, ничего жить не может, потому что листья здоровые, а потом происходит то самое страшное, дерево уже похоже, ну, как вот, видели там, мертвое показывают иногда, там, какой-то мертвый слон, мертвый, там, бизон, вот, вокруг него столько всего, каждый пытается от него оторвать, что, дерево, как больное, изувеченное, оно, привлекает себе все, вот тот мужик, помните, рассказывал, которого хлопали тысячи людей на этом, в отличие от меня, это огромная аудитория, тысячи, когда он рассказывал, что, справа, дерево молния попало, и тут же все жуки сбежались, а что лучше для этих, когда все жуки сбежались, вы думаете, они пока жрали, их тоже не жрали, что ли, он, может, жуков-то увидел, но, но он не увидел, этих же, их врагов жуков, это чистое пиршество, и вот, когда на юге изувесит человек дерево своими руками, я долго говорю на это, поймите, это для будущего учебника, когда человек изувесит своими руками это дерево, оно слабеет, и вот тут его жрут все, а муравьи жрут тех, кто жрет дерево, и вот, вот такое, и куда их, и давай их уничтожать, дерево от того, что уничтожит муравьев, а их много способов, самых таких страшных, типа солярки и уксуса, до современных ядов, дерево от этого, что муравьи уничтожит, они, что, болеть не перестанет, и листья не выпрямятся, от того, что это исчезнет тля, и тля не исчезнет, другое дело, нужен чистый опыт, нужно не то, что вот Курдюма пишет так, а я пишу наоборот, а уже многие морды тычут, то и Курдюма тычет, и меня тычет, вот, это просто нужен обыкновенный эксперимент, где посадится роща, из одинаковых деревьев, я знаю какие, потому что, вот эти, сливы и линклоды, например, они жрут эти тля, а где тля, там муравьи, а где, или наоборот, вот, а где деревья, допустим, венгертии не жрут, тогда берем 100-200, этих самых, допустим, Китая, Которая невозможно убить, Которая настолько не бояться бороться, посадили 100, и тут же рядом, в трех метрах, второй ряд, опять 100, эти, по Курдюму взяли, все, что он сказал, нужно сделать, то есть, резать, 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 так, вот, муравьи появятся, бороться с муравьями, а второй ряд, просто не трогать, и это сделают и в Сибири, и в этом самом, как он называется, на Кубани, всему-то 200 деревьев там, и 200 тут, а ведь уже идут десятилетия, и только получилось, что только я за них заступился, за муравьем, за деревья, только в 21 веке, а все это за истину принималось, и сейчас принимается, вы что думаете, многие это, самое, ну, как он, Торценко подтвердит, нашу книгу, Морис Торценко, редактор, не хотят печатать, сказал, Курдюмова, известный человек, мы бы его напечатали, а вашу печатать не будем, вас не знают, вот и все, а это значит, что никто не знает, что в муравьем, я вам всегда так говорю, на север, в том же время не трогайте, там деревьев, без того хватает проблем, оно и так, и так его изуродует морозом, что только не хватало, это, уничтожать почву, муравьев и прочее, ну, а теперь так, саженец, он, гоновалы, смотрят, все изрыто муравьям, попросите их оттуда, стоит только, чуть-чуть, копнуть землю, чтобы личинки, хватает личинки, их же нету их, вот и все, или вот вариант, помните, как это, все почву делала туда, и в эту почву, все, оказывается, все, что она почву задавала, пытаясь лучить почву, потом сама же догадалась, помните письмо, она же полностью, приготовила, это, как называется, для муравьев, кладовую, вот, а потом обижается, что муравейни, это, видите, как все сложно, так, и что теперь делать, не взорова Алексею, муравейники, высотой по колено, хи-хи-хи, кстати, я не знаю, где вы живете, если где-нибудь там, на юге, это одно, на севере, муравейники, я бы, для начала посадил деревья, конечно, не прямо на муравейнику, муравейники я бы не трогал, вот, муравейники там так много, значит, у них там много же готовы, вот, я в таких случаях говорю, я не знаю, что вот эти, посадить бы, я сад посадил, муравейники я бороться бы не стал, так, ну, а откуда их так много, что они же должны чем-то питаться, значит, там много еды для них, вот, у нас почва бедная, вот у меня, например, многие почвы бедные, человек не узнает, тут как получается, раз, это, тогда, особо, бедной почве, и живности мало, и муравейники разбегаться, значит, у вас почва какая-то особая, где очень много еды, ладно, оставим вопрос открытый, добрый вечер, если каждый год будет переглядать трава, плоды и листья под деревом на холмике, то не будет ли постепенно слой гумуса, становиться выше краневой шейки, нет, не будет, если на холм-то посадили, что-то я такого не помню, чтобы была выше, 37 лет кашу, ничего, не так, что она и поднимается, это, слой гумуса, миллиметры, миллиметры, вот, расскажите подробнее про полевицу, я не хочу ее, расчесывать ее невозможно, уже по той причине, что она имеет воздушное размножение, то есть, у нее, все велички растут вверх, достигает 50 сантиметров, и выше, травинка, по собственной тяжести, ложится на бок, из пазухи, из воздушной, выходит корень, прям воздушный корень, и через сантиметр впивается в землю, и так слой за слой, поэтому она дает густой эту, вот, другое дело, прошли годы, да, у меня случилась серия бесснежных зим, представляете, новый год минус 40, а снега нет, вот, она у меня, то ли, ну, она у меня, как бы это назвать, деградировала, что ли, большая часть ее замерзла, она непредназначена, оказывается, пока первые годы, все было прекрасно, каждый год вовремя выпадал снег, пришли времена, изменился климат, вот, и теперь я перестал ее культивировать, а так, там, где она прекрасно себя чувствует, все я скажу, поливать, полив она любит, еще как, вот, жару она не сохнет, если будет поливать, ничего с ней не делается, она за свое, закрывает почву от пересыхания, от перегрева, трава, как трава, еще и лучше, что она такая, так, клевер не пробовал, вряд ли он заменит, для меня, учитывая, вот, самый простой способ, я сейчас стараюсь учить тому, чего не требует труда, косите, дерн образуется сам, несколько раз за лето косите, а высокорослая, сорная трава, она постепенно, которую мы барианом называем, вот, она постепенно заменяется, низкорослая, и более густой, потому что она угнетается, и не дает потомства, год за годом, год за годом, а которая поменьше, наоборот, захватывает освободившееся место под солнцем, вот так, так, у вас мало снега каждую зиму, у нас год на год не прохож, так, зимы снега не было, был мороз, а в это тепло, снега под конек, переживаю, за невысаженный, чуваший абрикос, ну раз не высадят, что переживать, на холм посадите, а так все видно будет, я знаю одно, спирализация бой, как суворов, а потом переживать, а до этого лучше не переживать, а то вы просто не станете сад садить, по левице у меня растет грядкой, 2 на 6, не косим, не расчесывается, ее и не расчесывается, невозможно расчесать, а сама ложится правильно, пробовала через срыву добраться до земли, невозможно, плотный потник, это прекрасная защита от мороза, боюсь, что под ним живут мыши, да, мыши, у меня даже есть такая фотография, правда, один год, расставило все, и прямо видно, что она такая полузеленая, полусухая, вся в дырах, вот, от мыши делал лавушки, с перевернутых полторасок, с вывезными двумя дырками, с боков полтораски, ну понятно, и ложка носит томат, до 10 мышей попадают в ловушки, ставим такие ложки через 3 метра, хороший совет, вот, кстати, довольно распространенный, другое дело, что я потом, я когда ловил мышей, я их относил куда-нибудь подальше, или выпускал, я ничего убивать не могу, так, и смотришь, мне либо гоняет мышей из норок, и заселяется сами, первый раз слышу, как бы вы шмелям не навредили ловушками, это не ко мне, это, так, дальше, шмелей на ютубе есть, они до сада будет, единственный пылитель, да, это совершенно верно, у меня тоже бывали годы, когда пчел-то и не видно, холодные весны, а, а эти, шмели, они настолько, в монастыке выручают, у нас большая пасека, рядом сад, гнезда шмелей не находили, и полян хватает, кроме нашего сада, хорошо, вот о таком только мечтать можно, и пасека, и сад, так, здравствуйте, господа, сибиряки, спасайте Бога, кредит наше отечество, во время ВОВ, как во время ВОВ, как его спасать, так, в Сайногорске 25-26, ожидается до минус 20 ночью, так, ну, в общем-то, у нас еще, зима очень теплая, но ровная, то есть, у нас еще не успели почки раскрыться, поэтому 25-26, а, то есть, минус 20 для нас это, ну, примерно как, как, на Украине, не боимся, таким мы не боимся, так, и, так же, сафрон, он рядом живет, через горы тут, да, идешь налево, через горы перевалил, вот тебе и Кемеровская область, так, то же самое, в Архангельской области, вся неделя, два, три, ну, это вообще, какая-то, это, как можно использовать в дальнейшем, годовой саженец прибоя, корень с пеньком, корень с пеньком, после того, как будет привит на подвой, ну, корень-то остается с несколькими пучками, правильно, вот, пусть растет, может, косточки приводятся, рать куча, в случае, они не нужны, вы что, если это мои, да даже если 100 граммовых плодов, косточки, я вот точно руки подрываю, попробуйте только выбросить, смотрите, любой, сейчас, ценный материал, у меня и так не очень переживаю, у меня покупают косточки культурные сливы абрикосов, вишен, чаще, чем даже вот эти вот, полукультурные, которые, правда, пусть скромнее плоды дадут, но не замерзнут никогда, а здесь вроде получается, но если, вот видели, Елена Александровна держала, в руках 100 граммовые абрикосы, да, вот там косточку посадишь, если по Мичурину, да, замерзнет, не передается качество, вот эти самые, она же была на подвое, якобы не передается, но проверить надо, ничего утверждать не буду, проверить надо, вот мы посадили дичок, рядом культурный, культурного, кроме нижних почек, отрезали весь привой, и перенесли на дикие, так, идеальный вариант, правда, мы не знаем, из кучки будут ли 100 граммовые, или хотя бы 50 граммовые, мы же не знаем, кто папа, вот, это все неизвестно, но тем интереснее, но уже когда отрезали от культурного, остается несколько нижних почек, молитесь Бога, чтобы они, ну это, росли, 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 и дорасти до плодоношения, и вполне возможно, что не замерзнет, меня на риск, этот сонороз меня убивает, прихожу на рынок, Константинович, у меня ваши абрикосы полнались, я говорю, как, да нет, уже это, косточки уже, с королевского, вырастила, целлющее поколение, у нас же много таких, знаете, чокнутых, как я, и какие плоды мелкие, она показывает размер, теннисный мяч, не спинпунковский, а теннисный, вот так вот, смотрите, видите, вот такие, не может быть, где ты, почему я не видел, где фотографии, да чё, да чё подумаешь, вот, и таких случаев несколько, так, пришлось выкопать абрикосы, из-под снега, ну, что делать, если снегометр, можно абрикосы загубить, так, дальше, Валерия Константинович, слышала, что привать необходимо только сорта, с тем же периодом созревания, то есть летнее на летнее, если не знаю сорт яблока, но хочу привать разных сортов, получится, тычьте всё подряд, узнайте потом, получится или не получится, это вы меня спрашиваете, тычьте, не думайте ни о чём, никогда, заранее не планируйте, не загадывайте, да если бы даже 100-граммовое, я бы знал бы, что у меня выросло 100-граммовое, вот, я даже садить бы не стал бы сад, он весь рынок завален, я не боюсь отравы, у моего, мне что лишний год прожить, что не прожить по барабану, уже всё равно, вот, а, интересно, когда не знаешь что, тычьте всё, я говорю, садите разные кости, сплевайте разные сорта, на любое дерево, летнее, зимнее, какие угодно, не думайте об этом, вот тогда у вас всё-то получится, точно получится, я говорю, я вот, один случай, меня, я ненавидел, календари лунные, только из одного случая, начал ненавидеть, но я его ещё раз скажу, потому что, я давно его не приводил, пример, а на этих вебинарах, 69, может, и ни разу, такие вещи у меня врезаются в память, при том, что я ничего не помню по жизни, скажите, там, 99-й год, что я делал, хоть один случай, не помню ничего, вообще не помню, ничего, не даже как Дня Рождения праздновал, не даже Новый Год, ничего не помню, а вот, допустим, такие случаи я помню, например, Олег Костянович, а потом выясняется, что этот человек, научный сотрудник, работает в Новосибирском, этом самом, как его называются-то, господи, раньше такой, вот тут память подводит, вошкнил, да, вошкнил, вот, садовод-любитель, опытный человек, ученый, но садовод-любитель, то есть, ученый не по саду, у меня на балконе, а осень, стоят несколько купленных, груш с листьями, вот, вы знаете, беда-то какая, листья уже чернеют, чернеют, уже неделя, или сколько там прошло, а я не могу посадить, что мне делать, а как что делать, почему, так лунный календарь-то, не разрешает, будет не запрещено садить, вот это наш уровень, поэтому еще раз, никогда не заморачивайтесь, и никому не верьте, ничего не слушайте, привайте, садите, привайте, садите, и чем больше, тем лучше, принцип один, и того побольше, и того побольше, как в мультфильме, так, значит, недавно, прочитал новости, израильской, ученой, вырытили, финиковой пальмы, скотчей, которым около 2000 лет, оказалось, плоды крупнее, всех сегодня существующих, а это хороший плюс, если это не вранье, но главное, столько времени, сохраняясь, сохранили, скотч, если они хранятся, в досточном месте, они сохранят схожесть, им нет причины, не сохранять схожесть, вы что думаете, как, сперма человека, замораживает, в жидком азоте, минус там, 200, сколько градусов, там человеческая жизнь, там мальчики сидят, маленькие такие, миниатюрные, полностью это, ну, а потом, размораживает, внедряет, в эту самую, в организм будущей мамы, и все, и здоровый ребенок, вы вдумайтесь вот в это, для меня, я бы, какой бы мне не казался, сам себе, заметьте, я сам себе, я не хваст, сам себе, как бы мне не казался, продвинутым, мне бы, хоть с удовольствием, хоть, не знаю, семена долго сохранят, мне бы в голову не пришло замораживать с первым просто по жизни, вот не пришло бы, для меня это верная смерть, а ее так и хранят, это банк спермы, замороженные, ну, как так, а потом, вспоминаю, а лягушка-то, во льду, разморозится, она захвакала и побежала, а что тут семена, семечка, это само по себе, это ядрышко, оно, оно защищено, со всех сторон, и само ядрышко, есть такое понятие, зародыш, зародыш, вот, он специально приспособлен до хранения, в любых условиях, ну, может, кроме как, не жарить его на этом самом, на костре, заморозить невозможно, только сейчас привел пример, спермы, это тоже семена, это тоже семя, вот, оно специально так сделано, оно переносит любое расстояние, мы это самое, если уже, знаете, не хочется философии обращаться, ну, жизнь была всегда, за миллиарды, триллионный лет, не верьте в большой взрыв, про эти 14 миллиардов, вот, жизнь была всегда, за это время, тысячу раз приносило к нам эту сперму, эти самые, лягушек замороженных, вот, и все, что угодно, к нам на землю, я очень говорю о том, что специально привозили уже, и семена культурных деревьев, и людей же уже сюда, на землю привозили готовых, без хвостов, уже без хвостов, вот, все приспособлено для хранения, все семена, и наша сперма, и семена этой пальмы, вопрос только, где хранили, как хранили, и на Шпицбергене хранят, мировой запас семен, наши ученые хранят, вот там, кстати, вот эти мои 50 тысяч костик, должны там быть, только у них все, какие бы они ни были умные, но до этого у них никогда не додумается, что мы их обошли давно, и надо уже это, с нами работать, так, цитата, тест, здравствуй, как правильно посадить, куда поворачивать, хвостиком, вверх-вниз, как я понял, это сообщение, естественно, хвостик ворачивается на боку, корень пошел в рост, то есть, куда корень направлять, вверх-вниз, но оставлять на боку, я ответил вниз, вот и все, ну ладно, понятно, так, на сегодняшний день технически можно вырастить уже хоть динозавров, но только кому-то, нет, динозавров вырастить очень сложно, донор нужен, не так-то, это только кажется, что просто, и никому, уже бы давно бы вырастили, потому что людей, да, людей запрещают выращивать, вот, динозавры, я бы тоже был, с удовольствием посмотрел, почему, наука, она должна развиваться, пусть это не то, что тупик, это так же, как, знаете, вот, ну зря вы к этому вопросу задали, динозавры начинаются с чего, с одной клетки, понимаете, вот, вопрос не в том, чтобы вырастить динозавры, вырастить их можно, вопрос, как вырастить, чтобы он был живой, вот здесь сложнее, дело в том, что, посмотрите, я выше упоминал, может быть, два-три человека из вас только заметили, что я упомянул, вот, Елена Савинича, если слушать, могла заметить, я упомянул микроклонирование, я только при ней, за чаем, это микроклонирование, я с каждым раз проклянул, да, почка, не только почка, а даже, она состоит из миллионов, этих самых, малюхоньких, малюхоньких клеток, каждая клетка имеет, полный набор генов, для производства полноценного растения, но это, только кажется, что полноценный, на самом деле, лишь бы какого, например, когда жизнь на земле погибнет, где-то из какой-то почки, она прорастет, корешок, потом это, и потом опять, начнет возвращаться, в нормальное состояние, сейчас так пытается, овечка доли, вырастили, она пожила, получила все болезни, которыми болеют овцы, разом, и немножко пожила, эта овечка доля, и подохла, сейчас ученые, из этих, культурных растений, в том числе, речь идет о плодовых растениях, выращивают овечки доли, хвастаются этим, зарабатывают, себе репутацию, зарабатывают, себе погоны, вот, кормежка, конечно, слабая, у нас не принято, науку кормить, ну, что-то дергается, а, кроме одного, они, заранее, нам, объяснили, что с этой клетки, можно вырастить полноценный организм, тут уже не важно, если тут про динозавров, если у них, это считается нормально, они выращивают растения, помните, пробирка, а там множество сотни этих, корешков, и сотни росточков, потом их рассаживают, с пробирки, пенсетиков, рассаживают, вырастают растения, якобы, выбирают-то они же, не как динозавра, там, какого-то усыревшего, где-то в леднике нашли, или там, это, чаще вспоминают не динозавра, а мамонта, вот, которые даже мясо еще съедобное, а выбирают-то они же, эти ученые, которые работают с растениями, самые лучшие растения, говорят, вот наше будущее, мы выбрали растение без болезней, и оно дает потомство в виде из каждой косточки, то есть микроклонирование, а я говорю, все они овечки долины, они все погибнут, при прочих равных условиях, вот, и здесь, почему динозавр, он будет вырастить, и сразу сдохнет, вот, почему, потому что вырастить из клетки, полноценно и невозможно, нужен половой партнер, вот, а попробуйте найти два динозавра, ну и так далее, так, две тысячи летние косточки, все реально скоро, человек с машиной скрещивает, ну, давай не будем про это, мы сейчас, это самое, важно бы какие, у кого это стеклопластик, у кого стекловолокна, у кого из этого, из золота, у кого из железа, так, железо, машина тоже железная, уже давно началось это все, давно у кого-то скелет, скреплен этими самыми, гайками, шайбами, вот, вспоминайте, нормально, муравейники покрыты, дерна, муравьи белые, какие-то, так, и слух как будто в кочках, косить люди бросили, вот, но, это надо изучать, чтобы прокормить огромное количество муравьев, нужно огромное количество еды, вот это мой постулат, где, от что они там жрут, вот что, и, конечно, если люди будут там выращивать что-то, то, что они тоже любят жрать, они то сожжут, вы никогда не видели этих, самых, в учебных фильмах, документальных фильмах, муравьев, этих, листорезов, сотни тысяч их, строим, строим, прямо, это, и каждый тащит этот, кусочек листа, они режут, бросают низ, это такой труд, причем сознательный, я всегда восхищался, и все это гигантское количество, все это идет под землю, а там из них выращивают, эти самые, грибы, ну, то есть, уже называем это блюда, для пищи, и вот они, получается, нашли вот такой путь, а это же надо специально изучать, может быть, есть такие места, где действительно делать нечего этим, садоводству, я говорю, садите, муравьи не мешают, ну, допустим, на 90% территории, на 10% территории, это еще, это самое, ГПЗ, геопатогенная зона, может быть, дело в них, мы же не знаем этого, тем более, муравьи белые, а что такое ГПЗ, ГПЗ, это как раз для этих, для мутации, обязательно, только там и может быть мутация, так, можно ли делать прививку сейчас, когда погода плюс 4, для прививки, погода нормальная, плюс 4, вопрос, какая будет дальше, уйдет в минус, накрывайте этим полиэтиленными мешочками, я хотел об этом позже сказать, с фотографиями, допустим, скелетная прививка, полиэтиленный мешочек, допустим, у земли, значит, во избежание, А, чтобы мыши не ели, Б, пересыхание, В, чтобы сгладить невзгоды, и лучше прерывание идет, потому что, если плюс 4 на улице, под бутылкой будет плюс 10, плюс 15, допустим, днем, и даже ночью будет теплее, и почва лучше прогреется, и быстрее, быстрее созревание пойдет, если брать целое лето, то на месяц, на два, благодаря бутылкам, а значит, к осени полностью вызреет, и практически никто не знает, и хоть бы один учен, когда не сказал, караул в среднем по России, массовая гибель деревьев, в том числе, связана с тем, что деревья не вызревают, потому что на исторической родине можно на месяц, два больше времени для полного вызревания, а раз не вызревало, значит, невероностойкое, и попутно скажу, все это прищипывание, еще хуже, лучше не трогать, все-таки адаптация существует, деревья все-таки, как бы сказать-то, деревья все-таки, они настолько живучи, что чтобы убить дерево, вот они, знаете, поверьте мне, я не шучу, я еще 10 лет назад ждал, когда сад умрет, и окажется, описать я начал, можно сказать, звон, чтобы не оказаться, звон и звон, но есть слово мудозвон, вот, чтобы не оказаться мудозвоном, я уж искренне говорю, мне нужно было что-то делать или не делать, я сказал себе, зубы сцепил, не буду ничего помогать деревьям, если мои выживут, то выживут все, я каждое предложение, каждый мой совет, помогал деревьям выжить, не только что ничего не делайте, вот, а просто помогал выжить, вот это уже можно не делать, и это можно не делать, вот, я же не говорю, не надо садить семья, не бросаешься на землю, прикопай, но чуть-чуть прикопает, символически, как бы, шел, тоже шел на компромисс, и все время, а итог последний, а с чего они погибать-то должны, может быть вспышка на солнце, может быть загорится земля вся, кто спорит, может быть и в июне выпадет это, снег метровый, может, и сад может погибнуть, но в обычную-то зиму, с чего ему погибать-то, до минус сорока, вот, а нас же били в голову, что у нас вообще садов не должно быть, вы почитайте, искалечит дерево, погибает минус тридцать, и все, и пошло-поехало на всю планету, дерево выдержит до минус тридцать, да ты оставь его в покое, может быть, тебе ни хрена, ни на градус не увеличила морозостойкость, я ее не увеличивал, это же генетика, невозможная ее, я же в ГМО не лезу, я ее восстановил, до предела, и вдруг окажется, что абрикос может выдержать 40, и не только этот 20-граммовый, а 100-граммовый, я ее только восстановил, вы видите как, а не получается, что это самое, повторяться, нет, не буду, так, все, наверное, Валент Кристинич, разделяем вашу недоумение, так, все, ладно, народу не поубавилось, но сердце все поубавляет, все, мы закончили, это я не вижу, вот, время, да, час прошел, я надеюсь, мы не зря, хотя бы последний счет, мы более продуктивы, более полезные советы, чем тот митинг, что я устроил, но тот митинг тоже нужен, а вдруг, а вдруг, так, как донести, что нельзя, нельзя в школе, нельзя в институте, за брешку, ведь это же так просто, чтобы люди не тупели, так просто, вот, и существуют методики, и столько насчет, вы знаете, ребята, Антон Олег, пожалуйста, дай мне 5 минут, вот, я сколько дался, дядя, дядя, у тебя время 12 час, по нашему времени, 5 минут, смотрите, значит, вот представьте себе, вот сейчас поймете, видите, еще никто не отключился, пока я говорю, слава богу, представьте себе, что вы машинист, да, вот представили, машинист, вот, сели, засрули, что там в этом есть, поезде, и поехали, разогнались до 100 км в час, заметьте, не 90, не 110, 100 км ровно, и поехали с пункта А, пункт Б, сколько лет машинисту, попробуйте гравитаться, вот с этого начинается школа, я 10 лет им задавал, 10-10 не ответили, все 10, а потом уже надоело задавать вопрос, я сам-то в минуту через 5 только догадался, потому что мы все эти, как-то, у нас мозги не рассчитаны на такие вопросы, а потом, когда таких вопросов, несколько, всего несколько, 5-10, это уже другой человек, у него мышление поворачивается, и все, его, он уже не такой, ему за блеск, и нажав, все равно нам не помогает, но вам косинусы помогли, а многому жизнь логарифов решили, вас научили гравить, а кольни, это самое, квадратные, много за свою жизнь, вот так вот, ну, сколько лет машинисту-то, и всего несколько таких вопросов, и уже другой человек, а представляете, специально этому учить, да еще детей, начинают выходить, в шахматы, вот, там буретку человек сделал, поумел, ведь ему же надо, посмотреть, ему нужно прийти, где гвоздь забить, да какой гвоздь, и уже начинается с этого, ладно, опять завелся, так, все равно сегодня достаточно, вот, давайте, пока, остановимся, так, теперь, встречающим мы с вами, в следующую субботу, раз меньше вас не стало, значит, будем продолжать, полностью пройдем, эту, прививку, полностью, и дальше посмотрим, я еще пока не все рассказал, что хотел рассказать, до свидания, спокойной ночи, Антон Гравеевич, спасибо за долу терпения, вот, ты-то за что работаешь, хотя, вот, если, сейчас кто-то нажмет, накатал семян, и что-то заказывает, вот, здесь, вот это, как называется, при чем ящике, или как, вот, может, там немножко денег перепадет, и мы снова сможем это, вот, по принципу, то, про что, обшивая барабаня, нажимаете, заказываете, добавлю, я не хотел, добавляю сюда идти, да, вот, нет у меня семян, косточек, челюстей, да, кончилось, а у меня каталка устарел, а мне пишут, еще обижаются, косточки, вишни, сибирская, там было, с генными череснями, это как раз для севера России, это чересня, я сейчас не знаю, вырастите, с моей же чересни, которая в Сибири, с привитого дерева, будет ли молодость, или нет, не знаю, но вишня сибирская, с генными череснями, 100% не замерзнет, вишня Жуковская, которая у меня, 30 лет, сидит на этом, на вишне сибирской, там было, и какие урожаи дают, косточки с нее, пусть она с Украины, тоже дойдет до плодоношения, не заказывает, Аню катал, есть, а сейчас нет, видите, один пример, у меня практически, крупноплодные сливы, заканчиваются, эти самые, крупноплодные апрекосы, заканчиваются, последние вещи, я не зря предупредил, а потом, а если это последний год, один в Северной Риску ехал, другой с Украины, не могу уйти, Сергея, это самое, на саженцах завязано так, что ему уже не до чего делать, попробуйте вырастить, штучный товар, 120 рублей, я вам потом покажу, продает, эти самые, 120 рублей, саженцы, чересни, продает сайт, я сфотографирую, а потом покажу, 120 рублей, уже дошло, не до бутылки, не водки цена, а до бутылки пива, причем прошивого, естественно, представляете, вот так, ну все, заказывайте каталог, вот, благодарю за внимание, антонаревич, пишите, пожалуйста, на ссылку, до свидания.